Форум «Реальные дела» посвящен наиболее важнейшим стратегическим ориентирам, к которым стремится Ульяновская область. В ходе дискуссии были рассмотрены параметры исполнения указов президента и подведены итоги работы представителей региональной партии «Единая Россия» за прошедшие пять лет. При всех тех сложностях, трудностях, которые у нас есть, они действительно существуют, мы имеем возможность с вами, где-то даже с опережением, выполнить те целевые установки, которые мы взяли для себя в качестве ориентира по выполнению указов президента. Задачи в сфере демографии, образования, социально-экономического развития и других сфер активно решаются на территории Ульяновской области. За последние пять лет регион значительно вырос в вопросах приведения благосостояния, увеличился процент свободных мест в дошкольных учреждениях с 52 до 100%. Уровень заработной платы вырос с 50 до 80%. Мы не можем сегодня говорить даже в номинале и тягаться, допустим, с Москвой, Санкт-Петербургом или Казанью по среднему уровню заработной платы. Но мы говорим о том, что мы достаточно активно нагоняем и у нас темпы увеличения и темпы реализации дорожной карты выше, чем в тех регионах, которые мы с вами потребляем сегодня, с которыми мы пытаемся себя сравнять. Сегодня важно понять, как в области выполняются все эти задачи, провести оценку сделанному, выявить проблемные области и сформулировать дальнейшие действия. Мы значительно перевыполняем параметры по развитию высокотехнологичных отраслей, по производству высокотехнологичной продукции. Очень серьезно мы подошли к исполнению указа президента в части привлечения инвестиций для развития экономики. Здесь также выдерживаются все параметры. То же самое касается и уровня заработной платы, рост уровня заработной платы. По итогам встречи стало понятно, что за это время у Леновской области удалось достичь позитивных изменений в значимых для населения областях. Здравоохранение, образование, культура, экономики, экологии. Однако остается еще достаточное количество нерешенных вопросов. Кристина Жакот, Данил Сурков, Новости Ульяновской правды.